Благодатью вы спасены, сестры, братья. Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова по знания. Друзья, я знаю, все, кто слушает сейчас меня, все пришли к Богу с верой в Иисуса Христа и имеют спасение от Бога. Спасибо Богу за вас, что мы есть друг у друга. А все ли имеют спасение вокруг вас? А ваши соседи, коллеги по работе, чьей благодатью вы спасены? Почему так происходит? Скажите, спасение от Бога – это хорошее, что произошло в вашей жизни? Давайте вспомним ваш момент покаяния. Когда вы пришли к Богу, у вас внутри появилось такое спокойствие, чувство мира с Богом и почему-то с творением Божьим. Почему-то показалось, что ты помирился с деревьями в парке, с собаками и кошками на улице, с белкой, которая прыгает с ветку на ветку. Друзья, потому что это называется «пришел мир с Богом». Вы помирились с Богом, Творцом. И теперь вы в мире с Богом и Его творением на всей земле и в небесах. Но этого раньше не было, а теперь есть. Значит, это приобретенное. Особенно жаль, что этого мира с Богом спасение от греха через веру в Иисуса Христа может и не быть у человека, так как у нас с вами не было, а теперь есть. Вы переживали радость в момент покаяния от приобретенного мира с Богом и Его творением? Если переживали, поставьте лайк под видео. Поставьте. Это нужно для нас всех. Вместе с тем мы много говорим и будем говорить о благодати Бога Отца, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Благодатью вы спасены. Послание к Ефесянам, 2 глава, 4 стих. Так, спасение и мир с Богом – это что-то хорошее для нас. Или как картошку, которую можно купить в магазине. Если хорошее, значит, это благодать от Бога для нас, каждого. Но спасение – это не только мир, но и это и воскресение, и место с Иисусом Христом на небесах. Зачем? Чтобы показать, дать в будущих веках преизобильное богатство благодати своей и благодати к нам во Христе Иисусе, Бога Отца. Давайте, друзья, откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, стихи 4 по 10. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это послание к Ефесянам, 2 глава, стихи 4 по 10. Тот мир, который мы сейчас имеем с Богом Отцом, безусловно, что все богатство в будущих веках для каждого из нас, и для тебя, мой слушатель, это все дано благодатью Бога для нас. Божьей благодатью вы спасены, и это не мы с вами заработали. Нас Бог так благословил не за наши хорошие дела. Зачем пришла благодать? Кстати, говоря, друзья, почему-то все происходит. Зачем Бог все это придумал? Жертва, Иисус Христос, Дух Святой, благодать, зачем это все? В послании к Ефесянам, 2 глава, 4 стих, говорится, «Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. Единственная причина – это то, что Он любит. Он полюбил, поэтому спас. Он полюбил тебя, слушатель мой, поэтому спас тебя. Скажите аминь». Бог есть любовь. Почему Он полюбил тебя, сестра, брат? Потому что Он такой и есть. Почему благодать? В стихе 4 написано «Бог богатый милостью». А что это значит? Посмотрим на начало этой главы, 2. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в ценах противления, между которыми и мы жили некогда по нашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Но Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Это послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 5 стих. Во-первых, это то, что сейчас все живут по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в ценах противления. Во-вторых, мы жили в этой среде и ничем не отличались от них, жили по нашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. В-третьих, мы были мертвы. Мертвы по преступлениям и грехам нашим для Бога. «Но Бог нас, мертвых по грехам и преступлениям, оживотворился Христом. Это спасение, и из такого состояния и есть благодать для нас, меня, вас». Спасение через веру в Иисуса Христа. Наше спасение, мир, благодать в следующих веках – это все не от нас. То есть это не наше желание. Мы захотели, и Бог сделал. Бог не мальчик на побегушках. Это не премия, которую мы заработали своими делами. Мы были и жили в грехе, как и все. Мы получили спасение через веру в Иисуса Христа, что Он взял наши грехи, каждого из нас. Он взял наше наказание и на кресте потерпел наказание. И, как известно, Он воскрес на третий день. Именно этой верой мы имеем спасение. Воскресение Иисуса Христа. Откроем послание к Ефесянам, 2 главу, стихи 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам, 2 глава, стих 8 и 9. Дар от Бога Отца. Друзья, Божьей благодатью вы спасены, и это Божий дар. Дар, друзья. Вообще дела и действия благодати отличаются от всего. Это словом «незаслужено». Незаслужено дар, спасение, исцеление, исцеление от рака, диабета, освобождение от нищеты, беззакония, греха. Это действие Бога Отца к нам, только из-за того, что Он любит нас, меня, тебя, брат, сестра. Скажите аминь. Дар – это действие, которое родилось не от нас с вами. Этот дар родился первоначально в сердце у Бога, в Его мыслях. Решение дать нам свою благодать в этом веке и в будущем родилось и произошло только от Его решения, без нашего влияния. Благодатью мы спасены через веру, и это не от нас, Божий дар. Спасение не от дел. Благодать – это не наша зарплата. Кто из нас может купить здоровье? Можно купить витамины, укрепить иммунитет, а здоровья нет. Например, мы можем получить хорошую специальность и получать достаточную зарплату. А можете продлить свою жизнь хоть на один день? Друзья, потому что есть вещи в нашей с вами жизни, которые не зависят от нас. Со всеми деньгами мы не можем повлиять на некоторые обстоятельства, или это не так? Скажите, деньги решают все в жизни, или все зависит от Бога? Если от Бога, поставьте лайк под записью, или поставьте сердечко в комментарии. Нам хочется знать ваше мнение. Пишите, не стесняйтесь. Здесь мы никого не осуждаем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасение не от дел, чтобы никто не хвалился. Никто из нас не может похвалиться тем, что он заработал благодать, благорасположение, мир от Бога. И это решение не от человека, так задумал именно Бог. Без всякого сомнения, что никто, никто на земле, что бы он ни делал, какие бы великие дела, или как бы не был силен человек, и прославился, и стал известен, какой бы власти не имел на земле, сколько бы денег не имел, никто не может сказать, что он заслуживает или заслужил благодать от Бога. Сестры, братья, потому что благодатью мы спасены через веру. Сегодня имеем спасение через веру, и это не от нас, это все Божий дар. Конечно, не от наших дел, чтобы никто не хвалился. Это и есть наш Бог Отец. Во всем этом и виден наш Отец Небесный, Его любовь к нам. Вам лично, слушатель мой, скажите аминь. Благодатью вы спасены и имеете мир Божий. Безусловно, какой благодатью вы спасены? Чьей благодатью мы имеем мир с Богом и Его творением? Друзья, задайте вопрос Богу, Отцу Небесному. Зачем ты меня спас? Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Отцу Небесному. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит апостол Павел о нашем спасении. Более того, мы еще много будем говорить на теме Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь.